Наступит день, когда банк за банком закроется, неделя за неделей, месяц за месяцем. Тогда у биткоина, вероятно, будет форк. Доброе утро, добрый вечер, добрый день, где бы вы ни были, когда бы вы ни были. Спасибо, что смотрите мои видео. Меня зовут Давинчи Джереми. Я здесь, в Дубае. Ох, у нас есть интересные новости, а потом мы проведем небольшую ТА. Надеюсь, вы сейчас занимаетесь торговлей. Мы сделали. Расскажу вам о некоторых хороших сделках, которые можно совершить в пятницу. И я надеюсь, что вы воспользовались ими, последовали этому совету. А если вы этого не сделали, мы поговорим о том, как вы на самом деле можете воспользоваться преимуществами следующей сделки. И если вы заинтересованы в торговле, вы можете сделать это на coinviacachk.davinci.com в описании ниже. Ладно, немного, но вафли просто терпят поражение. Конечно, потому что кто-то тут же прикрепил xPage, вафли на аккаунте Соланы были заблокированы. Немного неясности, я думаю, это происходит. Кто-то хотел немного дешевых вафель. По сути, когда они уже делали это раньше, они кричали «огонь!» здесь, в нашей группе. Был небольшой взлом. А теперь они взламывают наш Твиттер. И вот оно то, что есть, верно? Они видят хороший проект и хотят получить несколько дешевых жетонов вафель, и вот что это такое. Хорошо. Основной разработчик экзистенциального вызова биткоина предупреждает о новой эпохе и внутренней борьбе. Да. Хорошо. Давайте посмотрим, о чем он говорит. Я предполагаю что-то другое, но он сказал, что он растратил весь политический капитал нашей криптовалюты, настаивая на реформе ценных бумаг и гарантируя, что выпуск токенов, возможно, является законным, а не пытается гарантировать, что люди могут это сделать. Осмысленно совершать сделки, при этом весь мир не узнает, чем они занимаются в наши дни. Я не знаю, является ли это настоящей проблемой, но я понимаю, да, нам следует быть осторожными. Люди не должны видеть ваши транзакции. Это должно быть анонимно, но вы знаете, это то, что есть. И в то же время, я думаю, вы знаете, токены не должны существовать в сети Биткоин, но они существуют. И вот что это такое. Но я не думаю, что это проблема, потому что он не для этого предназначен. Итак, если вы попытаетесь использовать какой-либо инструмент, например, если вы используете скрипт в качестве молотка, вы можете это сделать, но это не лучший инструмент для этого. Ага. Я бы не стал беспокоиться о токенах Биткоина, хотя я с ними и не согласен. Все в порядке. Ну, я действительно так думал, это приведет к хардфорку, честно говоря. Потому что. Здесь написано, куда идет этот парень, что мне интересно, кто будет продавать против Кэт. Я не буду, хотя я думаю, что для Биткоина есть лучший вариант, чем для Кэт. Я поддержу оба, если это приведет к расколу цепочки. Да, я бы предпочел разделить цепочку по этому поводу, потому что считаю, что это плохая идея, колоссально плохая идея. И я, по сути, поддержу раскол цепи. Все мои узлы будут работать без обкат. Я не позволю в ПКПП существовать, потому что это позволяет правительствам контролировать вашу способность совершать транзакции. Ладно, попытайся это понять. Я знаю, что здесь я всего лишь маленький человек на ветру. И это очень важно, верно? Я думаю, что обкат – это большая проблема. Внутри биткоин-сообщества сейчас нет никакой эзотерической чепухи. Что это дает? Это позволяет программировать транзакции. Настолько эффективно, они могут помешать вам совершать транзакции по определенным адресам. Значит, ваши адреса должны соответствовать тому, что говорит правительство. Верно? Это недопустимо, правда? Альпикат должен уйти. Вы можете делать всю эту ерунду, имея возможность программировать приложение в другой цепочке. Иди и сделай это там. Не делайте этого с биткоинами. Это мои два цента. И я думаю, что буду твердо стоять на этом и на хардфорке. Я создам еще один форк биткоина, наверняка без бэкат. Это мои убеждения. И согласны ли вы с этим, зависит от вас. Можешь идти, я, конечно, подержу оба. Я пойду обоими путями, но я не собираюсь этого делать. Я, ну, я мог бы продать обкат, но я буду придерживаться биткоина без какой-либо возможности программирования в качестве работающей криптовалюты. Хорошо. Миллиардер Барри видит, что банки в США банкротятся каждую неделю. Хорошо. Ну, этот парень, Барри, генеральный директор Starwood Capital, выразил обеспокоенность по поводу уязвимость региональных и местных банков в США перед высокими процентными ставками и инфляцией, особенно на фоне спада в сфере коммерческой недвижимости. Они видят частые банкротства этих банков и предсказывают, что ваш региональный банк будет банкротиться каждую неделю, а может быть и две в неделю. Миллиардер полагает, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки, заявляя, что региональная банковская система. В частности, 1,9 триллионов кредитов на недвижимость в настоящее время довольно хрупкие, и снижение ставок может влить капитал в эти банки. Да, ну, им понадобится помощь. Давайте выручим вашего ближайшего миллиардера сегодня. О, парень! Ух ты! Ага! Ну, вы знаете, это закончится так, как всегда, с этой финансовой системой, где вы печатаете деньги, чтобы решить проблемы, а затем они фактически создают проблемы. Это создает проблему, которую вы пытаетесь решить, когда печатаете деньги. Итак, да. Ага. Это подходит к концу, да? И когда это произойдет, это будет зрелищно. Чем больше, чем дольше оно длится, тем большим будет падение. Фактически системы, банковские, шлепающие, падут, рухнут одна за другой. Как только биткоин станет деньгами и люди это поймут, подождите секундочку. Подожди секунду. Позвольте мне, позвольте мне объяснить это прямо. Я мог бы совершать сделки бесплатно, и никто не говорил бы мне, что я могу купить, что я могу продать, и я смогу сэкономить свои деньги, и их стоимость увеличится. Хорошо. Хорошо. Я, я иду туда. Видите ли, как только люди это поймут, вы увидите, как банки могут очень быстро обанкротиться. Верно? Потому что тогда вам не нужно хранить деньги в банке. Ага. Я знаю, что у них больше нет никакой резервной системы. Но да, они будут. У них кончатся люди, использующие свои доллары, которые необходимы для покупки их дома. А потом, да, тогда это, или погасить свои кредиты, и тогда кредиты не пройдут. И тогда, да, им придется спасаться за счет большего количества денег, и деньги рухнут. И вот мы идем. И это будет конец. Хорошо. Давайте посмотрим на биткоин. Да, как я уже сказал, да, да, биткоин попытался подняться сюда на выходных, и это произошло. Он снова падает. Мы, скорее всего, сломаемся, да? Прорвитесь к минимумам и повторно протестируйте отметку в 57 тысяч долларов. Это всего лишь вопрос времени. Этот уровень просто. Мы здесь просто держимся на волоске. Он просто пробьет этот уровень, и когда это произойдет, он просто упадет, дно выпадет. Говоря об Этериум, мы уже рассказывали вам об этой сделке. Мы сказали, если вы это пропустили, значит, была еще одна возможность, и вот она. Это почти дало вам такую возможность, но, надеюсь, вы это сделали, и все готово. Теперь, если вы ищете второй шанс, вы думаете, ой, я упустил этот второй. Ты упустил второй шанс. Ты ищешь третий шанс. Чтобы вы действительно могли получить прибыль от этой короткой позиции. Ну, похоже, за 4 часа шансов не так уж и много. Да. Я думаю, мы могли бы. У тебя может быть шанс. Чуть ниже этого уровня здесь, на 2900. Верно. Вот где вы будете искать запись. Если он снова развернется, если он попадет в эту область здесь, все в порядке, вы можете просто добавить больше к своей короткой позиции. Проблема в том, что в худшем случае цена дойдет до отметки в 3000 долларов. Хорошо. Так что да, еще раз. Биткоин. Я думаю, что вы здесь в значительной степени ошиблись с биткоином. Но биткоин любит, вы знаете, хватит бежать, да? Ваш стоп, очевидно, будет на отметке 61,8, но будьте осторожны. Им это понравилось. Им нравилось останавливаться, прежде чем они действительно сделают свое дело. Так что вы всегда можете совершить короткую сделку. Просто, знаете ли, совершить короткую сделку. Это хорошая игра. Прямо здесь. Короткая позиция с высоким кредитным плечом прямо здесь. На этом уровне. Бум. Никаких гарантий, что я возьму это, верно? Вы можете внести свой вклад на уровни 61,800. И короткая позиция на высоком уровне, например, и тогда, возможно, ваш стоп-лосс находится чуть выше 3000, отметка в 63 тысячи долларов, это то место, где вы сейчас достигли бы своего стоп-лосса. Ага. И вот оно. Удачи с этим. Вероятно, это произойдет. Дно. Вероятно, упадет сегодня. Вероятно, около полудня. По местному времени. Верно. Вот что я сейчас наблюдаю с биткоином. Хорошо. Хорошо, с учетом сказанного, я надеюсь, что вам понравился сегодняшний выпуск, и я надеюсь, что вы чему-то научитесь. Надеюсь, вы получите некоторое преимущество на этом рынке. Это то, что вы приходите посмотреть, а затем получить, и это то, что я обеспечиваю. Я делаю это утром рано. Так что, если вы пропустили это, и к моменту публикации это дно исчезло, возможно, вам стоит присоединиться к нам на davinci.g15.com, зарегистрироваться и быть частью этого каждый день, каждое утро. я делаю это и показывал людям, как и чем торговать по утрам. Хорошо, спасибо за просмотр, увидимся завтра, ребята. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok